любой ценой. О том, чего стоила матери Терезе безоговорочная «да Богу» знали лишь немногие. Затейное ею дело было сполна, окуплено бесчисленными каждодневными жертвами, замечали их разве что жившие рядом сестры. Ее жизнь, вспоминала одна из них, была сущим мученичеством. Бесконечные переезды в переполненных поездах, мать Тереза ездила только третьим классом. День за днем, в попыли и грязи, в трущобы, усталость, жажда, недоедание, невозможность уединиться. Дверь в ее комнату всегда была открыта. Даже в самую сильную жару она обходилась без вентилятора, спала на узкой железной кровати. Да и не только это. Но мы ни разу не слышали, чтобы она жаловалась, только повторяла почти каждый день. Все для Иисуса. Да, именно так и ни слова больше. А когда случались трудности или неприятности, она обычно говорила, значит, у нас есть возможность любить еще больше. Сестры видели главным образом внешние неудобства. Даже самые близкие только со временем осознали, что десятки лет мать Тереза несла в себе невыносимую боль. Иисус принял все страдания, которые причиняла матушке ночь духа, и ценой их благословил нашу работу. Матери Терезе многое удалось, но страдала она немыслимой и все же делала лишь то, чего ждал от нее Господь. Как ни уставала мать Тереза, как ни мучили ее болезни и тоска, она до последних дней неотпустительно следовала весьма суровым правилам монастырской жизни. Из поездок порой приходилось возвращаться за полночь, но ровно в 4.40 она вставала и первой входила в часовню на утреннюю молитву, а после службы тут же принималась за повседневные дела. В течение 1994-1995 годов рассказывала одна из сестер. Мать Тереза вела обычную жизнь, ни в чем не отступала от заведенного распорядка, принимала посетителей, отвечала на звонки. Время от времени ее мучили приступы кашля, она часто простужалась, страдала от малярии. Как-то будучи в Риме, она упала, ушибла лопатку и сломала три ребра, но и это не удержало ее в постели. Она всегда спешила нести людям Христа и при этом совершенно не помнила о себе. Когда человеку за 80, ему не так легко вынести полный хлопот день, а по ночам отвечать на письма. Однако матушка себя не жалела. Всякий раз, приезжая в дом конгрегации, мать Тереза охотно делилась с сестрами домашней заботы, и ее поступки, как видно из многочисленных рассказов, порой оказывались гораздо красноречивее ее слов. Когда матушка приехала в Батун-Руш, я пристально следила за каждым ее шагом. После обеда она помогала нам вымыть посуду и не успели мы оглянуться, как она уже вытирала стол. На улице собралась толпа, чтобы поглядеть на матушку, а она наравне с сестрами тем временем выполняла самую скромную работу. Однако в том, как сносила мать Тереза видимые и невидимые тяготы, в бесчисленных малых жертвах, которые приносила она, чтобы утолить жажду Христову, не было ни обреченности, ни надрыва. Напротив, она неизменно лучилась отраженным светом Божьего присутствия, особой, ровной радостью, какая бывает у тех, кто доподлинно знает, после страстей обязательно наступит воскресенье. Отдать Богу наипрекраснейшее. В последние годы мать Тереза писала в основном короткие записки. Иногда это были всего лишь несколько бесхитростных и вместе с тем утешительно мудрых слов, но при всей лапидарности они способны многое рассказать о том, чем она жила и о чем молилась. Бог по-прежнему любит нас и отдает Себя миру, в вас, во мне. Не уставайте нести свет Божьей любви людям, что вас окружают, и тогда своей жизнью вы действительно сможете отдать Богу наипрекраснейшее. Отдать Богу наипрекраснейшее. Для матери Терезы это было не возвышенное мечтание, а жизненное правило, обязывающее из любви ко Христу делать все, за что бы она не бралась как можно лучше. Максимализм Креста открылся ей как призыв к великодушию, побуждающему жить так, чтобы каждое движение, каждое слово и жест стали наипрекраснейшим даром для Бога и знаком Его любви, для отчаявшегося мира. Эта мысль отчетливо звучит в ее позднем письме к одному из сотрудников. Сейчас, в дни поста, в дни наибольшей милости, когда мы размышляем о том, что угодно было претерпеть Христу ради любви к нам и нашего искупления, станем молиться о благодати соединить свои страдания с Его мукой, чтобы многим душам, живущим во тьме и несчастьях, открылась Его жизнь и милость. Пусть Божья Матерь станет вашей матерью и укрепит в любви, когда вы будете стоять у креста. Молюсь о том, чтобы никакая боль и скорбь не затмила для вас радости о Христе Воскресшем. Я так рада, что и пустота может стать моим даром. В свои 85 лет мать Тереза по-прежнему с детским простодушием выслушивала советы духовников. Мне особенно запомнилась наша последняя встреча, она случилась в 1995 году, когда мать Тереза приехала в Шарлотту, вспоминал епископ Керлин. В тот вечер мы почти час беседовали наедине о ее внутренней жизни, когда я посоветовал матери Терезе принести духовную сухость в дар Богу. Она очень живо откликнулась и несколько раз повторила, как же милостив Господь, что дает принести Ему мою пустоту. Я так рада, что и она может стать моим даром. Позднее в телефонном разговоре, случившемся вскоре после этой встречи, мать Тереза разнообразно давала понять, что не перестает приносить Богу свой сокровенный дар. По всем известным свидетельствам, тьма не оставляла ее до последнего часа. Ночь духа, с начала шестидесятых годов таинственным образом соединявшая со Христом и беднейшими из бедных, стала ее непрестанной жертвой ради тех, кому она служила, и теперь за два года до смерти мать Тереза снова соглашалась принести свою вечную спутницу Богу. Однако отдавала она не только тьму, но и память о свете, излившемся на нее, когда только открывалось ее призвание. «Однажды пополудни, оставшись наедине с матушкой», — рассказывала одна из сестер, — «я напомнила ей о том, что приближается золотой юбилей пятьдесят лет со дня озарения». — «Да», — ответила матушка, — «но как странно, что до сих пор никто так и не спросил, что же тогда случилось». Впрочем, передать это было бы очень трудно. Я попросила его, Христа, отнять все, чтобы мне и не пытаться об этом рассуждать. Все знаю, все понимаю, объяснить не могу. Стоит вынести на люди, тут же рискуешь заболтать самое святое. Это признание не только еще раз убедило меня в том, как кротко и благоговейно матушка жила, но помогло понять, почему она всякий раз меняла тему, стоило нам заговорить об озарении. Она все смотрит и смотрит на эту коробочку. В 1996 году матери Терезия стала заметно хуже. Она много страдала, почти не могла есть, и, по словам близко знавшего ее священника, единственным источником сил для нее оставалась Евхаристия. Во время последней болезни, случившейся в 1996 году, мать Тереза почти не выходила из больницы. Ее буквально приковали к постели, здесь был ее крест. Стоило ей очнуться, она тут же поднимала руку, в которой торчали иголки от капельниц и других медицинских приспособлений, чтобы осенить себя крестным знамением. Как-то, когда ей стало чуть легче, я спросила у нее, с чего начинается путь к святости. Каждое утро ответила мать Тереза, как только проснетесь, поцелуйте распятие, принесите ему все, что скажете, о чем подумаете сегодня. Любите его глубокой, сердечной, сокровенной любовью и станете святым. В последние годы матушке позволили держать в больничной палате святые дары, и она просила, чтобы они всегда были рядом. В августе у нас на глазах с ней случился очередной сердечный приступ. Ей тут же ввели трубку, чтобы стало легче дышать. Давление на сердце уменьшилось, и оно забилось ровнее. Прежде чем вынуть трубку, врач сказал, — Отче, сходите-ка домой и принесите матушке ее коробочку. — Какую коробочку? — удивился я. — Обувную коробку? Возможно, отец Гэри имел в виду обувную коробку, в которой мать Тереза хранила свои награды. Нет, ту самую коробочку со святыней вроде маленького храма, которую они обычно приносят и оставляют в палате, а матушка смотрит на нее все время. Если ее принести и поставить перед матушкой, ей сразу становится спокойней. Тут до меня дошло, что речь идет о дарохранительнице со святыми дарами. Сестры принесут, — продолжал доктор, — поставят, а она все смотрит и смотрит на эту коробочку. Сам того не ведая, врач индус подтвердил, как много значила Евхаристия для матери Терезы. — Я хочу Иисуса. В конце года мать Тереза снова была близка к смерти. В декабре 1996 года вспоминал отец Себастьян Важакала. Наступил кризис, и весь мир с тревогой следил за ее здоровьем. Мать Тереза невероятно страдала не только телом, но и духом. Она была печальна, растеряна. Те, кто ее давно знал, понимали, что душа ее в темном облаке, и враг норовит воспользоваться моментом. Ей было так тяжело, что однажды в декабре после мессы, которую мы служили у нее в палате, она прошептала. Иисус просит сейчас чересчур много. Казалось, ее возлюбленность заново проходит в ней путем крестной муки, чтобы избавить мир от греха. После всех испытаний, которые она претерпела ради него за многие годы, после всех жертв, которые ему принесла, можно бы ожидать, что ей подарят более безмятежный и светлый конец. Но вышло совсем иначе. Она до последнего часа оставалась женой скорбей, безропотно несла бремена общества и бедных. Ее руки посинели так, словно она и плотью сораспялась Христу. Ранами Его мы исцелились. Вот так и она брала на себя наши раны и боль. Мать Тереза простосердечно жаловалась на то, что Иисус хочет от нее чересчур много, но, как и прежде, ни в чем ему не отказывала. Ухаживавшие за ней сестры удивились, сколько страданий может вынести человек. Но еще сильнее поражались они тому, что даже в предсмертной, как им казалось, муки она искала только Христа. Одна из них врач по профессии позднее рассказывала. Как же она мучилась. Никогда в жизни не видела, чтобы человек мог вынести такие страдания, какие достались матушке Терезе. Она не могла говорить, не могла двигаться, дышала через респиратор и прикрепленную пластырем бронхиальную трубку. В один из дней она жестом попросила у меня ручку, но не смогла правильно написать мое имя. Два или три дня пыталась вспомнить. И вдруг однажды на рассвете написала «Я хочу Иисуса». Мы тут же попросили отца Гэри прийти как можно раньше, в пять утра. После мессы она приняла капельку крови Христовой, и вскоре ей стало лучше. Теперь уже не только верующие, но и люди чуждой веры понимали, что только во Христе, в любви и единении с Ним она черпала силы, чтобы снова сносить невероятную боль. Об этом мы знаем и от других очевидцев. А трогательнее всего было, когда на рассвете мать Тереза вдруг попросила жестом ручку и листок бумаги, нацарапала на нем телефон материнского дома, а рядом «Я хочу Иисуса». В этих словах вся глубина ее страданий и любви к Богу. Стать его жертвой, вверить ему себя без остатка. Болезнь оказалась не к смерти. В конце концов, мать Тереза поправилась настолько, что до середины марта 1997 года, когда к ее при огромной радости капитул избрал генеральной настоятельницей сестру Марию Нермалу Джоши, продолжала руководить конгрегацией. В мае, несмотря на опасения врачей, она отправилась в свою, как потом оказалось, последнюю поездку в Рим, а оттуда в Нью-Йорк и Вашингтон. Сестра Нермала отдавала себе отчет в том, сколь рискованно может быть такое путешествие, и вместе с тем понимала, что стоит за своеволием матери Терезы. Врач был категорически против ее поездки в Америку. Он считал, что это слишком опасно для жизни. Я же знала, насколько дороги матушке обет и сестер, как важно для нее принести Христу новые, обручившиеся с ним души, утолить его жажду. Кто знает, может быть, теперь она делала это в последний раз. Она жила лишь для того, чтобы утолить Христову жажду любви и спасения душ, и я понимала, что должна согласиться на ее поездку в США даже с риском для ее жизни. Если она умрет в дороге, подумала я, такая смерть увенчает служение, к которому призвал ее Иисус. Для самой матушки это было бы огромной радостью и честью. Когда в июле мать Тереза вернулась в Калькутту после суматошного, утомительного путешествия, она тихонько призналась подруге. «Свое дело я сделала». Ей было очень радостно снова оказаться среди своих в материнском доме, в любимой Калькутте, где она всегда мечтала умереть. Из Рима вспоминала одна из сестер, матушка вернулась совершенно счастливой, воодушевленной, много и подолгу разговаривала с нами. Она сияла, лучилась весельем. Должно быть, Господь открыл ей, что конец совсем близко. Она чувствовала, что ей остается совсем немного, и все же за несколько дней до смерти мать Тереза обновляет данный много лет назад тайный обет, ни в чем не отказывать Богу. Матушка была совсем одна, рассказывала помогавшая ей монахиня. Она глядела на изображение святого Лика и повторяла, «Иисусе, я никогда и ни в чем тебе не откажу». Сперва я подумала, что она с кем-то беседует и вышла, когда же вернулась, снова услышала, «Иисусе, я никогда и ни в чем тебе не откажу». Мать Тереза сдержала слово, она действительно ни в чем не отказала Богу, больше того, в каждом событии, в каждом испытании заново подтверждала свою верность. Тому же, не ищущей своего любви, отвержению себя, мать Тереза с первых дней существования конгрегации учила сестер. Жить так было непросто, но, как видно из пояснения к конституциям, иного пути для миссионеров милосердия она не знала. Истинная любовь требует полного отказа от себя. Чем сильнее мы любим, тем больше себя отдаем. Если мы в самом деле любим тех, кому посланы, нам надо быть готовыми стать на их место, взять на себя их грехи и принять вместо них гнев Божий. Лишь так они станут для нас целью, а мы для них средством. Мы должны стать живой жертвой всесожжения, только такими мы нужны миру. Ибо, отдавая то малое, что у нас есть, мы отдаем все, но нет пределов любви, побуждающей нас отдавать. Полностью верить себя Богу, значит стать его жертвой, жертвой его неразделенной любви, той самой, что заставляет сердце Христова так крепко тосковать по каждому человеку. Полное отдание себя Христу — вот он, дух нашего общества. Мы не вправе довольствоваться обычной жизнью. Того, что вполне хорошо для других монашеских общин, нам недостаточно. Наше дело — утолить жажду умирающего от любви бессмертного Бога, и это пылкое стремление истинного миссионера требует только одного — полной отдачи себя — стать его жертвой, верить ему себя без остатка. Самой своей жизнью мать Тереза убеждала в том, что путь безоглядного раздаривания себя не только труден, отдавать себя всегда больно, но таит немало радости, рождающейся из согласия откликнуться на зов Божий. Эта радость, многие годы упрямо пробивавшаяся сквозь одиночество и тьму, в последние дни стала особенно глубокой и светлой. Мать Тереза готовилась вернуться домой к Богу, как вспоминала одна из сестер. Ближе к концу матушка все чаще говорила о небе и так трогательно заботилась о каждой из нас. Матушка была очень внимательна и нежна, она вся светилась радостью. Такой же лучезарный запомнил мать Терезу и ее собрат по конгрегации отец Гэри. В конце жизни во всем, что говорила мать Тереза, явственно слышалось, как хочется ей, как жаждет она быть с Иисусом, вернуться домой, к Богу. Когда кто-нибудь плакал, матушка, не покидайте нас, мы без вас не сможем, она простодушно утешала, не бойтесь, на небе мать сможет сделать для вас гораздо больше. 5 сентября 1997 года, после восьми вечера, мать Тереза почувствовала острую боль в спине, вскоре ей стало трудно дышать. Сестры переполошились, они сделали все, чтобы ей помочь, вызвали священника и врача, как вдруг во всем доме погас свет. Зная, что такое случается, сестры запаслись вторым автономным генератором, но тут, чего раньше никогда не бывало, отказали оба. Подключить аппарат искусственного питания так и не удалось. Было половина десятого. На Калькутту спускалась ночь. В полной тьме уходил из жизни человек, подаривший столько света этому городу и всему миру. Но на этом история не заканчивается. Когда-то матери Терезе было велено «Иди, будь моим светом». Оттуда, где она сейчас, свет доходит гораздо быстрее. Продолжение следует...